Успехи, любить работать по дому, создавать уиды, очень вкусно готовить, адекватно распоряжаться деньгами, уметь поговорить с ним в качестве психолога, уметь оказать первую медицинскую помощь в экстремальных ситуациях, при этом, значит, не ревновать, ну и не пукать при нём, понимаешь, это вот основное, собственно говоря. Я Лариса Бузеева, это Давай Поженимся. Добрый вечер. Сегодня невесты Анастасия, Ксения и Вероника. А жених у нас Константин. Здравствуйте, проходите. Константин, 41 год. Изложив на бумаге все параметры своей идеальной женщины, встретил её в реальной жизни, но спустя 10 лет брака осознал, что многие пункты из списка требований сформулировал некорректно. Константин – режиссёр короткометражных фильмов. Гордится тем, что вынес из горящей маршрутки 6 человек. Дама сердца Константина не должна иметь хронических заболеваний, повышенной волосатости и навязчивых идей. Его избранница должна быть настоящей леди, иметь здоровую психику и уметь рассмешить его до слёз. Привет, братишки. Как вы? Здравствуйте. С подарочками, смотри, пришли. Молодцы. Конечно, такие замечательные подарочки. Эффектные. Вот. Это вам подчёркивает вашу, так сказать, красоту. Спасибо большое. У нас тут все красавицы. Конечно. Это мне подчёркивает мои размеры. Это подчёркивает. Мои размеры и мощь. Поняла. Ну и, естественно, звёзды – это всё, понимаете, вот всё самое. Спасибо. Такой символический букет. А я почему-то просто подсветую это ларисе. Букет под названием «Мечта импотента». Ой, какой жених красивый у нас, Настя. Он пазантный. Значит, вы решились описать все параметры своей будущей на листочке, чтобы не запамятовать или какие-то другие были цели? Сам не верил вообще в эту историю даже близко. Товарищ у меня один из Афин, из Грегрек. Мы с ним как-то сидели, делились на площадке. Он говорит, я вообще не думал, как себе жену вообще найти. И решил на листочке просто написать. То есть полностью назвать, как она выглядит, кем является, что делает, что имеет. В общем, всё написал. И говорит, через месяц, не поверишь, она очутилась прямо рядом со мной. А у меня, кстати, есть этот спец. Хочешь, зачитай? Я тезисно, прямо быстренько. Я бы уже посмотрела. Это уже второе. Да. Мне один пункт понравился, чтобы родственники не были полными дебилами. Вот это точно. Это вот, вы знаете, это вот истинный бог. Это, в принципе, правильно. Такой плотненький. Я люблю его. Да, плотненький. Я не люблю, когда кусти бьются. Пузатенький. Ну ничего, хорошо. Зато кушает хорошо. Я не люблю, когда мужчина на курочке варёное там сидит. Внешне, значит, она должна быть артистка, певица, абсолютный слух, всё. Играть на всех инструментах. Возбуждать его, собственно говоря. Играть, как котёночек. Но при этом она должна быстро учиться и иметь большие успехи. Любить работать по дому и создавать уиды. Очень вкусно готовить. Адекватно распоряжаться деньгами. Уметь поговорить с ним в качестве психолога. Уметь оказать первую медицинскую помощь в экстремальных ситуациях. Ходить с ним по ходу, на рыбалку, на охоту. Кататься на велосипеде. Играть в гольф. Большой теннис, горные лыжи, сноуборд, гидроциклы. При этом, значит, не ревновать. Ну и не пугать при нём. Понимаешь, это вот основное, собственно говоря. Основное. Способности должны быть. Вообще никогда не приходить. Даже сама при себе не должна. Вообще. У неё этого места не должно быть. Нет, у неё нет этого места. Потому что она абсолютно здоровая. Выносливая во всех отношениях. Сто процентом зрения, которое никогда не должно ухудшаться. Никогда не болеть. Фигура не стареющая, как у Афродиты. Всегда он должен её хотеть. Родители обязательно богатые. Всё ему давать, дарить, любить. Главное, родственники должны быть. Кто же этого не хочет? Это совершенно не оригинально. Главное, что и где есть такая. Главное, родственники должны быть за океаном. И любить их, чтобы ездить туда отдыхать. Вообще ни о чём. Вообще не вопрос. Когда он тебя расписал. А все остальные родственники, собственно говоря. И она в том числе, помимо, должна обязательно иметь загородный дом, две квартиры, картины, антиквариат, рестораны, все остальное. Вообще ни о чём. Это что это за список? И самое главное. Ну, из всего тут я даже не буду перечислять про здоровье. Самое главное, принять его предложение выйти замуж и умереть с ним в один день. Прекрасно. Просто Константин. Шикарно. Ни о чём. В Санкт-Петербурге были когда-нибудь? Случалось. Вы прямо едете к клинику Скворцова-Степановая. Ложитесь туда. Платите деньги. Вам находят вот такую медсестричку. И она прямо соответствует всем. Вы там как клиент будете лежать в этой клинике. Вот про клинику, да. Да, пограничных состояний. И там ролевые игры. Знаете, всё во благо пациентов. Прямо говорите, вот так. А ещё она вам задает вопрос. Клиника-то ещё не так бывает. А если ты хочешь, любимый, чтобы ты меня называл? Котиком хочет. Вот она будет котиком. Бархатным животиком. Мушистым. Мало того, в вашей палате будут ущелье лежать Наполеон. Обязательно. Наполеон в первую очередь. Главный врач у вас будет Надежда Константина Крупская. Понимаете, поэтому у вас будут ещё прекрасные соседи по палате. Всё, отлично. Приличный такой. Список приличных, пунктов приличных. Интересно, что он может предложить. Что он может предложить, да, наша Анастасия. Ну так расскажите мне, у вас же... Повстречалась вам такая женщина? Да, повстречалась. И родственники не дебилы, и играл на пианино. Я вообще был в шоке. Вот и первая жена у меня, и вторая жена. Я вот им лично благодарен. И вообще считаю, два брака оба удачных, на самом деле. Почему? Потому что эти прекрасные женщины находились со мной всё это время. Вот, терпели там, вместе мы там что-то проходили, всё решали. В общем, на самом деле претензий никто не другой нет. А детей не нарожали? Вот именно, что я говорю, что всё. Из-за того, что вот эта вот карьера, работа, погружение в этот процесс, оно встало, так сказать, на... Ну они хоть не в накладе, вы им там... Вот у нас приходят женихи, дома оставляют, квартиры оставляют. Прям всё, вот прям и уходят с чемоданчиком. О себе воспоминания. Очень тёплые, да. Это гораздо важнее. В Москве что у вас? В Москве живу очень хорошо. Ну что, у вас своя квартира или снимаете? Я снимаю квартиру в центре Москвы, на Арбате. А зарплата у вас какая? Зарплата хватает... Больше ста тысяч? Больше ста тысяч, да. Ну до миллиона или... Ну, зарплата такая, которая позволяет мне... Кстати, она в их штате? Нет, я в своей компании. Интересно, что сейчас у него в списке на сегодняшний день? Для третьей жены какой список? Мне очень понравилась история с тёщей про соцсети. Да, я понимаю, что она чистая фантазия, но я просто хочу, чтобы вы этой фантазией поделились. Тёща, я, в общем, как и написал в первый раз на этом листочке, чтобы, естественно, жила около моря или океана, чтобы можно было купаться, ходить, всё такое. После того, как я познакомился со своей второй супругой, так? Она оказалась из Владивостока. Да, из Владивостока и пять минут до моря ходьбы, пожалуйста. Вот, он же и океан. В общем, в итоге тёща меня восприняла сначала в штыки. Почему-то все мужчины, которых она знала, скопились во мне одном, и она начала на меня, значит, такую атаку. Звала меня бородатый колдун. Короче говоря, что я там для неё вообще никакой. Я никогда в жизни подошёл к себе, ну, таких вот обесценивающих моментов в свою сторону никогда не слышал вообще. И тут я думаю, надо же её улаживать. Надо что-то делать, чтобы её улаживать. Что делать её? Улаживать? Улещать, короче говоря. Ну, сделать так, чтобы она прекратила, в общем, мою сторону вот эти вот нападки. А, я думаю, вы её горизонтально улаживали. А, нет, не укладывать, а улаживать. Ну, то есть сделать так, чтобы... Ну, флот, я такой не знаю, улаживать. А, да, ну, извините, ладно. Вот, и что я ей предложил? Я говорю, вот вы, женщина, она сколько лет, там, за 50. Говорю, хотите же создать семью, потому что у неё там муж трагически погиб в 90-е годы. В общем, она осталась одна. Короче, она была в соцсетях, и у неё была аватарка никудышная. Ну, да, там на фоне ковра, как они любят, там, на фоне холодильника. Ну, что самое приятное в доме. Ну, я думаю, что если такая тётенька сидела в соцсетях, то навряд ли она по старинке на фоне ковра снимет. Ну, вот на фоне ковра, на фоне штор цветастый, ну, то, что красивее там вот. А что, у меня у мамы тоже такой ковёр есть, мне его бабушка подарила, я его не разрешаю выкидывать. Я говорю, давайте, я говорю, профессиональный фотограф, я сделаю вам сейчас хорошее такое, такие портфолио, фотографии, где... Ну, я говорю, у вас фигура-то какая? То есть вы что, красавица, что ли? Соответственно, надо чем мужика-то брать? Хозяйственностью, что вы там хозяйнички и всё остальное. То есть тоже унизил как мог в этом процессе. Ну, а она, на самом деле, очень обрадовалась. Мы начали процесс фотосъёмки, вот. И, значит, короче говоря, она там у меня жарит яичницу. Пинап, она в розовом во всём, да? Она купила розовую швабру, строновой шваброй, значит, она там бельё развешивает прищепочками, значит, это всё, жарит яичницу. Так она что, прямо в розовом халатике? Ну, как-то секс, я так поняла, нужно было показать. Нет, никакого там этого секса. Какой там секс? Скажите, а дочка не говорила? Кость, а что ты над моей мамой глумишься-то? Ничего себе глумишься, там все подружки в очереди выстроились. Вот у тебя ты-то клонадой, занимайся у себя на работе. А что ты, мама моя взрослая, а что ты здесь устраиваешься? Мама очень хорошо отреагировала, сказала, что вообще... И никогда в жизни такие фотографии не делали, потому что я её посадил там за свой ноутбук, что она там, когда она разговаривает по соцсетям, да, что она вот на нормальном работе в компьютере. А вы посадили или подарили? Кого? Ноутбук. Нет, её посадил. Ну, хорошо, вы же здесь, у вас всё было очень даже удачно, маму, мамино сердце завоевали, и что дальше? Да, слава богу, всё было хорошо. А он понравится твоим родителям? Как ты думаешь? Я думаю, да. Потом получилось так, что мы с ней работали в одной компании с женой, со второй. С начальством у нас немножечко, получается, расходняк, да, у меня. У неё-то хорошо, я так понимаю. Да, у неё всё замечательно, вот, и получается так, что я ухожу с этой работы. То есть вас уволили? Да. А вы забыли писать в проект пункт, да, что она даже... Сейчас я это говорю. И я начал, естественно, как нормальный мужчина, который написал, захотел, то есть получил то, что хотел, да, начал горевать. Что, значит, не так сделал-то? И полез в свои записи. И вот в этих записах как раз написал, вторая жена никогда не уйдёт из этой организации. В итоге, после того, как я это понял, мне сразу стало легче. Я понял, что человек, он сам является как бы причиной в жизни. Ну, он не так просто, как кажется, а как хотел бы казаться. Ну, хорошо, Константин. Мы, конечно, постараемся найти вам, вот, чтобы максимально соответствовал. Ну, если по некоторым пунктам будут какие-то... Не совпадение, да. Я просто хочу сразу пояснить, чтобы наши телезрители и все остальные просто понимали, что это не просто какая-то вот действительно бред сумасшедшего, да, а то, что это идеальная картина. В принципе, каждый мужчина хотел бы того, что я написал. То есть это просто была фантазия на тему того... Ну, а то, чтобы она никогда не старела. Абсолютно. Просто вот никогда. Костя, ну, знаете, вы уж меня извините, но соответствовать тоже нужно. Абсолютно. Вы вообще не соответствует ни одному пункту. Я не знаю, как сейчас я сватать вас буду. Да. Понимаешь, мне не хочется... А чем не соответствует он тебе? Это вся правда. Все-таки программа «Давай поженимся», а не вы, зная дурка, как говорится. Понимаешь? А чем он соответствует? Да ничем он не соответствует. А чем он соответствует? Это еще мне нужно справку у вас о здоровье обязательно попросить. Во-первых, он с потрясающим чувством юмора. Очень хорошо. И что с этим юмором делали? И то, что он сейчас сидит и не нудит здесь, понимаешь, как в детстве говорят. Мам, это правда? По правде это было все? Понимаешь, я, конечно, что ни слова, то фантазия, но зато не скучно. Вот если человек имеет такой талант запудрить мозги, ради бога, только пусть он это делает талантливо, чтобы заслушаться. А когда сидит вружка, и это делает все ни в лад, ни в попад, и у нее концы с концами не сходятся, а она все это пытается делать по правде, вот тогда выноси святых рук. Хорошо, тогда я бы рекомендую, не знаю, будет ли она соответствовать, по крайней мере, тоже женщину с чувством юмора, потому что воспринимать его можно только с чувством юмора. Абсолютно. И как по-другому. А все остальное, что-нибудь там будет? Да, но, кстати, про юмор здесь не было пункта. Да? Согласна. У него потрясающее чувство юмора. Потому что он хочет, чтобы его женщина никогда не стырела, всегда была молодая, красивая и с радостью выполняла свои женские обязанности. С радостью. О-о-о, сегодня уборщик сварим. Ну, я перед тем, как порекомендовать невесту конкретно, я думаю, что моя рекомендация тебя может удивить, потому что образ может отличаться от того, что ты себе представляешь. Скажу, что я астрологически... А я ведь пока ее никак не охарактеризовала. Ты сказала же с чувством юмора. Конечно. Да, обязательно. Мы же должны хокотать с ней. Обязательно. Я сейчас скажу свое видение, астрологическое видение этой ситуации. Одна из сфер моего профессионального интереса астрологического – это техногенные катастрофы. Я очень хочу мир избавить от этого и, ну, скажем, занимаюсь исследованием этой темы. Я знаю, что вы родились в том городе, где, собственно, за 20 лет до вашего рождения была страшная катастрофа. Это Кыштым. И вот скажите, по вашим наблюдениям, людей творческих или действительно аномальных в таких зонах? Их больше, чем людей аномальных? Вы знаете, как будто какое-то вот... Ну, то есть со всей страны, по идее, туда людей свозили. Да, из Питера, из Москвы. У нас вообще из Москвы фактически все там построено, как и в Москве. То есть типовые все эти вот школы, дома, все остальное, да? И люди, они как на подвор очень творческие. Хорошо. Мы с вами, если позвольте, после программы еще обсудим какие-то моменты. Мне это очень интересно. Да, обязательно. А как ты считаешь, он тебе подходит? Тебе интересно будет с ним? Ну, он очень активный, эмоциональный и, как бы, в принципе, достаточно брутальный такой. Думаю, интересно будет. А по поводу женщины, я считаю, что вам нужна либо снежная королева, либо очень спокойный белый холодный ангел, который выдержит ваш юмор, ваш напор. Потому что при том, что вы козерог, у вас сильный стрельцовский Марс, у вас огненная луна, вы любите поговорить, вы человек в быту даже громкий, не только на программе. И вас нужно определенное терпение, чтобы вас выдерживать, чтобы воспринимать это спокойно. И она должна прятаться от широкой общественности, по крайней мере, до тех пор, пока вы сами не захотите ее показать. Вот. И там у меня, кстати, это написано. А Венера-то в 12-м доме, то есть девушку свою дорогую, любимую, хочется от глаз спрятать посторонних. И я хочу сказать, что к ужасу моему, такие мужчины с этими показателями очень часто заводят любовниц тайных. То есть одна из официальных связей на виду, например, брак. А так втайне есть что-то для души, что мы никогда не показываем. Значит, за мной живет, с другой спит, а третьей мечтой. А для души буду я. В общем, нужно молчать и смеяться все время. Я поняла. Проходите, знакомьтесь с первыми. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас так и представляла, Константин. Очень приятно. Анастасия. Константин, очень рад. Пожалуйста, вам букетик соответствующий. Да, спасибо. Вы очень круто подобрали. Анастасия, 32 года. Дизайнер интерьеров, любит петь в караоке и посещать шумные вечеринки. Гордится тем, что может легко найти общий язык с человеком любого статуса. Признается, что всегда выходит из дому только с третьей попытки. Чтобы познать радость материнства, Анастасия пошла на хитрость, за которую ей пришлось жестоко расплатиться. Надеется, что с Константином она получит второй шанс на счастье. Привет, девчонки. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела вам подарить небольшой презент от себя. Это небольшой тортик, чтобы... Так вы откройте тортик. Да, чтобы наш тортик вечер... Это очень правильно, до беседы. До беседы это правильно. Подарите его желательно до беседы. Да, конечно. А они еще не пишут в сетях? Нет, чтобы это жрать? А мне блевать, что пишут. Я хочу, если ем. Ем что, золотой рубль, что ли? Дай попробую. Сладкое все-таки всегда приносит хорошее настроение. Мне как раз мозг требует. Да. После вон жениха тут никаких сил нет. Невеста достаточно симпатичная. Цвет платья угадала с букетом. Возможно, они договорились уже где-то. Что это была за хитрость? Ну, у меня были долгие очень отношения с одним взрослым мужчиной. Примерно разница в нашей возрасте была 10 лет. И чтобы удержать отношения, я, конечно же, решила создать семью. То, чтобы он на вас женился официально, да? Да, конечно, официально на мне женился, но только я, не договариваясь с ним об этом, решила сама все это сделать. Но никто меня не поддержал, поэтому, в принципе, у меня ничего не получилось. Хотя 99% победы было. Но все-таки, когда... Так никто ничего у нас сейчас, зрители, не понимают. У девушек есть один способ. Это либо ложная беременность, либо вы ловите дурачков на этот самый залет. Ну, практически так и было, но просто по разговору серьезному... То есть он думал, что вы предохраняетесь, вы на самом деле не предохранялись. Вы забеременели, сказали ему об этом, что его не обрадовало. Его не обрадовало, и он сказал, что у нас в семье не будет, и не хочет, чтобы... Он не хотел, чтобы я стала его женой. Я считаю, дети должны рождаться в семье. Я не знаю, ну... Ну, значит, не любила его. Ну, уже один аборт-то был у вас с ним. Ну, я бы не сказала, это так, я просто... А что это было? Я бы не сказала, что это так именно называется, но я прекратила. Именно... Ну, в общем, с ребенком тоже у вас не случилось, начинка, да? Был выкидыш. Ну, я бы это по-другому назвала, но почти. Да. Он обрадовался и быстренько слинял. Ну, так как у него была до этого другая семья, он сказал просто, что ему новая не нужна семья, и у него есть ребенок, которому, в принципе, сейчас около восьми лет, и он сказал, что он не хочет ни семьи, ему не нужна эта тягость. Слушайте, вы живете в Москве? Да, я москвичка. С родителями? Ну, сейчас да. Скажите, а родители бы вас поддержали, если бы мужчина не женился, а ребенок бы остался? Вам было все равно? Вы просто хотели ребенка от любимого мужчины? Да. Или хотели привязать мужчину к себе? Чего было больше? Нет, я больше хотела именно ребенка, потому что каждая женщина в определенном периоде, ну, вот в возрасте, она понимает, что она хочет именно семью, и ребенка от того человека, которого она любит. Ну, понимаете, что редко семьи бывают счастливы, если таким образом привязывать мужчину, что браки по залету, они абсолютно либо недруговечны, Либо это абсолютная гиря на ноге у мужчины, и он проклинает тот день, когда познакомился. Лучше не надо, хорошо? Да, лучше не надо. Я не буду этим больше заниматься, еще осталось помолиться. А почему вы из дома с третьей попытки выходите? Почему вы с первой никак не можете выйти? Ну, вы знаете, что затягивает обратно. Какая-то неведомая сила. Ну, я вот выхожу, и все время мне кажется, что я что-то не выключила. Вы моя сестра по несчастью. Это называется невроз, вообще говоря, и оно обостряется в напряженных эмоциях. Здоровая нужна какие неврозы? Что вы? Ну, невроз, это в целом болезнь жителей современного города. Нет, она моя абсолютно здоровая нужна. Мне все время кажется, что я утюг забыла, хотя я в жизни не забывала ни разу включенный утюг. Ни разу не включала его? Нет, включала, но ни разу не забывала. Но я частенько возвращалась, у меня даже были прецеденты, я из другого города вернулась, потому что была уверена, что он остался включенным. Ну, правда, я не знаю, что касно. Почему-то это с молодостью, у меня с детства у меня это было. Кушай сладкое, может, будет хорошо работать. Смотри, какая розочка молодая, хорошая пицца, здоровая тела. А вас не смущает, что у нашего жениха ничего нет, кроме вот такого списка к невесте? Нет, меня абсолютно это не смущает. Мы очень похожи, мне очень интересны вот именно каждый пункт. А у вас родители богатые? Как же ответить так, чтобы... Нет, у жениху надо, чтобы и у невесты бизнес был. Ну, потому что если мы будем вместе, мы подарим квартиру и родителям, и сделаем родителей богатыми, и это совпадет. Нет, нет, тут написано, что это родители должны быть. Не надо мне, знаете, я читать умею, еще из ума не выжила. Так и написано, что хочу, чтобы родители, ее папа и мама, очень богатые материально люди, понимаешь, и должны во всем помогать и поддерживать вас. Роза, ну это аутотренинг называется, господи. Не, ну что, я же тоже доверчивая, вот как написано, что написано, пером не вырубишь топором. Ну, она не похожа на москвичку, если честно. У меня есть подруги москвички. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная тайна, либо традиция. Что выбираете? Ну, семейная традиция. Есть такая? Да, конечно, у меня есть семейная традиция. Значит, мама моей мамы и, в общем-то, с другой стороны, и родители моего отца, они были всегда директорами школы, преподаватели русского, литературы, истории. Но, исходя из того, что я их внучка, я продолжила эту стизию, грубо говоря, и все книги, которые мамина мама оставляла, ну, то есть, когда, ну, ее просто нет, и она передала мне их. И сказала, что если ты будешь читать книги, ты найдешь в них все. С малого детства я начала их читать, и вся эта библиотека исторических книг, она у меня находится. И я стала их и читать, и собирать. И вот одни из них я принесла, то есть, как бы, это действительно есть моя традиция, и когда у меня родятся дети, я их начну учить, то есть, читать, писать именно с маленького возраста, чтобы они уже были интеллектуальными даже уже в первом классе. Вот, поэтому это и есть моя традиция, которую я передам своим детям. У вас какое образование? У меня два образования. Первое экономическое, а второе я закончила Останкинский институт телерадиовещания, телеведущая. Сюрприз, покажите, пожалуйста. Сначала так улыбался, а сейчас как-то он безразличный, что, не знаю, возможно, сюрприз раскроет ее в тайной грани. Пока сложно сказать, да? Ой, как она смеется, мило. Мир, в котором я живу, называется мечтой. Хочешь, я тебя с собой возьму, а хочешь, поделюсь с тобой. Я подарю тебе любовь, я научу тебя смеяться. Ты позабудешь про печаль и боль, ты будешь в облаках купаться. Я подарю тебе любовь, я научу тебя смеяться. Ты позабудешь про печаль и боль, ты будешь в облаках купаться. Смотри, разноцветный дождь, поет вдохновенно ветер. Ты не заметил, как по радуге идешь, мой мир как он красивый светел Я подарю тебе, я подарю тебе любовь Я научу тебя смеяться, ты позабудешь про печаль и боль Ты будешь в облаках купаться Я подарю тебе любовь, я научу тебя смеяться Ты позабудешь про печаль и боль, ты будешь в облаках купаться Смотри, разноцветный дождь, поет вдохновенный ветер Это мой мир! Я вижу, что девушка такая независимая, но у нее развита творческая составляющая, что Константину, я думаю, будет интересно А в чем ее творческая составляющая? Ну, она, во-первых, выступает на сцене Послушайте, караоке — это зло, караоке и соцсети — это то, что я ненавижу, это то, что человека разлагает, дает ему ложные надежды В соцсетях человек себя чувствует королем, а он ничтожество и дрянь, которая лает из-под полы, понимаете? Не боясь наказания И в караоке, когда три человека тебе, не имеющего ни голоса, ни слуха, ни духа, там поаплодировали У него тоже, если у него с мозгами проблемы, повышает самооценку Это абсолютно для дебилов В чем творчество? У Насти другие достоинства У нее смелость, она молодец Она ведущий ток-шоу Какого? Я ведущая ток-шоу, а Настя ток-шоу ведущего какого? Объясните мне, пожалуйста Но то, что она сюда пришла уже достойно похвалы и вот эта смелость Это да, тогда называйте более конкретно и вещи с этим Вы привыкли всем не то, что повышать самооценку, а говорить не то, что является на самом деле Ты не только караоке посещаешь, ты посещаешь различные музыкальные мероприятия Конечно, я на концерты, кинопоказы Я на вокальные ходила Караоке это как привлекательная программа, потому что ты мечтала быть певицей Да И хочешь Вы вводите в изблуждение людей, понимаете? Потом они приезжают сюда с собаку ростом метр сорок два И рассказывают, что он через год заработает 4 миллиарда, что он будет баллотироваться в президенты Три яхта, это он нам подарит по яхте, понимаете? Почему ты не сказала про приданное? Приданное чувство юмора и общность интересов Вот вы тоже подойдите ответственно просто о реальных достоинствах девушки Мне есть чем урадоваться, скажем, просто реальные настоящие достоинства Вот посмотрите, вот Константин более конкретный У нее действительно красивые волосы Она симпатичная, у нее хорошие фигуры И у нее есть одно достоинство Очень важное, на мой взгляд Она открытая На нее, вот когда она запиналась, заикалась Было ненеловко смотреть А как это даже весело И думаешь, какая молодец, не теряется Другая бы заливела, уже убежала А еще большое достоинство, она москвичка То же самое То есть у нее, кроме вот этих ваших придумок, есть реальные какие-то достоинства И Анастасия есть за что полюбить Понимаете, потому что не каждая женщина, которая пыталась каким-то нечестным образом затащить мужчину в ЗАГС Она об этом говорит, она простодушная, значит Это тоже неплохо В сложной ситуации ты можешь выйти с юмором Ну всегда Это плюс Возраст не смущается? Ничего не смутило Вот То есть просто замечательный человек С которым приятно, мне кажется, будет общаться Да? Вот Кстати, ее тоже не смутило, что у вас ничего нет Да вот именно, никого ничего не смутило Не изображало из себя абсолютно ничего Ну да, девушка прямая, открытая Прямая, сказала Мне, кстати, очень нравится, когда человек, например, на сцене или где Да, в 32 года она говорит, что она учительская дочка и что она много читает У нее были такие странные обороты речи Да? Научим, подучим, ничего страшного Книжки много Поэтому по поводу ведущей ток-шоу, по поводу всего остального Я считаю, что у нее намерения хорошие В 32 года уже намерения должны быть одни, успеть родить детей Не, я все равно вижу, что ему понравилось, в общем-то И он даже несмотря на то, что что-то плохое хотели сказать Он защищал даже меня Ну что-то не получилось, да Ну и что, что плохо спела там или хорошо Ты взяла своей открытостью Анастасия управляет сильная луна в знаке Тельца Это ведущая планета в гороскопе Она очень любит красиво жить Чувствует, что она достойна этой жизни И не очень хотела бы утруждаться Но мужчины творческие или вот вашего рода деятельность Они редко поддерживают такую модель отношений Ну, кто достоин, кто недостоин, кто как Это мы уже сейчас не будем обсуждать Или типа хочешь шубу, ну иди за работой, кто тебе мешает, да Нет, не так Ну еще пару песен Нет, не так Например, для своей семьи, я имею в виду, родители готовы намного Остается надеяться, что для мужа будет так же готова на все для детей Еще есть у вас невеста, проходите Здравствуйте, Константин Здравствуйте Приятно познакомиться Да Вы сегодня прям букеты под платье подбираете Я специально, у меня все там, это, звезды, все Ксения, 30 лет Координатор отделов строительной компании Гордится своей скромностью Признается, что любит часами принимать ванну Читать на подоконнике и покупать посуду в горошек Предупреждает, что у ее возлюбленного должны быть ровные пальцы на ногах Агония ревности толкнула возлюбленного на череду беспочвенных обвинений в адрес Ксении И оттолкнула ее навсегда Надеется, что Константин умеет себя контролировать Здравствуйте Здравствуйте В каких грехах вас обвинял возлюбленный? Ну, во всех, которые только возможны Но был очень ревнивый Поэтому мог назвать как-нибудь нецензурно Скажите, а что вас тогда держало рядом с ним? Вы знаете, наверное, первое время Это, ну, такое желание Когда все вот мужчины все для тебя делают А он такой вот Ну, это ничего не для вас делал Да, я не буду Мне вообще красотка, конечно, она красавица Просто очень яркая блондинка Какие-то странные волосы у нее Оскорблял вас, соревновал, обзывал Навел себя просто Обвинял в грехах несуществующих А вы мазохистка? Нет Да нет, это обычное русское желание сильной руки Но он сильный, он такой крепкий, мощный парень Она очень серьезная Не яркая Не яркая А что там было за историей с подругой? История с подругой? Ну, он очень ревновал к своим друзьям тоже Которые меня любили, да И вот решил, что тоже, наверное, заведет дружбу с моей подругой С которой мы собирались отдыхать Он, в общем, с нами напросился Предложил чуть ли не жить втроем в номере Ну, так как мне это не очень интересно Я не люблю какие-то групповые компании То, в общем-то, отказались Но после отдыха мы, собственно, и расстались А с подругой нет? С подругой я тоже не общаюсь А как вам кажется, подруга его провоцировала? Я думаю, что да Ну, то есть, я не знаю, какие у них там были отношения Были ли они любовные Но в том плане, что ей это было интересно Часто с психологической точки зрения Это однозначно Нет, Алисишка, я не знаю, как я с тобой буду на отдых ездить Ты понимаешь, у меня мужчина, видишь, московский режиссер Такой весь успешный На Арбате в центре живет Его оставят на две недели, уведут Куча катрису, для к 18-летних каждый день прилетают Скажите мне, пожалуйста А что с вами такое, что вы часами моетесь? Вы же так пачкаетесь, что ли? И откуда у вас только времени часами мыться-то? Ну, просто я люблю, на самом деле, ванну И времени у меня немного А просто вечера А ты до 4 утра в телевизор смотришь? Я не знаю, что моя лёта делает тоже в ванной По 5 часов Но она, может, читает? У неё там и книги, и телефоны Это такое особое состояние душевное Понимаете, у меня же нет мужа, собственно, зачем я сегодня сюда пришла Поэтому вечера принимайте Но если вы будете по 5 часов Чтобы быть молодой, соответственно А санужин совместный? А санужин совместный? Да Но тогда придётся быстро выходить из ванной, если выйти замуж Мне кажется, она не подходит ему Она не такая эмоциональна, она не такая яркая У вас осталось два бонуса Свидание наедине и скелет Ну всё, свидание наедине, естественно Пожалуйста, проходите А вы одна прям пришла, да? Да Я думал, что там подружек сейчас будет целый табор Ну какой вы, всё, прям с подружками Ну, то есть, как бы, да А это чей-чай? Можете попить? Это для вас, я специально приготовила Вы каком-то заботливый, сразу чувствуется У меня просто всё пересохло, пока я о чём говорил От волнения, я надеюсь От волнения, конечно А как только вы вышли, я сразу раз смотрю, говорю И цветы розовые, прическа розовая Всё, заволновалась Борту пересохло, вот Ну, здорово А вообще, вот так вот, вы чем занимаетесь вообще? Вот, чем занимаюсь Ну, то есть, какие хобби, да? У меня так, я работаю в строительной компании А в качестве хобби, пишу статьи Да, хожу там тоже на какие-то мероприятия Ну, он такой пожалел с ней, надо это быстренько дело прекращать Как ты считаешь? Глазки у него-то загорелись Не переживаю Сразу покажешь сюрприз? Да, конечно На сцене А, на сцене? Да, выступить Ну, я вообще на самом деле петь и танцевать не умею Поэтому я знаю, что вам важно, чтобы девушка умела вас размешить Вот я сейчас попробую как раз-таки это сделать Я не знаю, это, наверное, сложно, поэтому я... Да, давайте вместе Еще раз Еще, что дальше еще? Ну, вы... У нас импровизация уже, этого не было И потом утят опять Нет, давайте Да, давайте Спасибо Все Вам спасибо Она очень сковная И... Причем он это как-то ловит И, в общем-то, тоже становится в таком же состоянии Заметь, он ее поддерживает Вам Ксения понравилась? Очень Очень хороший человек Андрей, вы такой серьезный И в отличие от Константина Андрей, давай ты сначала У вас с юмором не так обстоит дело, как у Константина Ну, у меня здесь сегодня... Очень конкретный Поддерживать моего товарища Я его поддерживаю достаточно Ксения, ну, внешне очень привлекательная девушка Я думаю, Константину она понравилась Однозначно Вот Ну, нужно просто посмотреть, что она еще в жизни сделала, достигла, может быть, поговорить с ней Да что же с достижениями? Так достичь вместе можно Для чего нужно достигнуть-то? Скажите, ну, это у вас, вы понимаете... Хорошо, давайте так встречный вопрос, Андрей А чего в этой жизни достигла ваша жена? Моя жена? То, что встретила тебя, да? Ну, есть же несколько областей жизни, да? Нет, ну, хоть конкретно, и относительно Ксении тоже есть несколько областей Конкретно, но она родила двух замечательных детей Ну, значит, у Ксении все впереди В семье Женщина же должна помогать мужу, достигать своих результатов, да, быть успешной в бизнесе, в работе Но она круче, чем Ксения, она, наверное, у вас генеральный директор чего-то, если вы говорите, что координаты... Она не генеральный директор, она репетитор частный, да, работает в частной школе, и она помогает мне очень То есть, если я приду поздно, да, или что-то мне нужно, она всегда поможет, она не будет спрашивать или как-то на какие-то уловки находить, она всегда поможет Если вы такую норму, не знаю, описываете, как будто она совершила подвиг Зои Ксмодемьянской, это нормально А я с пьяного мужа еще могу сапоги снять, понимаете, ноги помыть, укрыть его и утром не попрекнуть Отлично Отворить ему хаш Это норма, это нормально, при этом я работаю, заработаю все, и я не считаю, что я достигла каких-то высот в этой жизни Это очень хорошо То, что не лузер я, это очевидно, понимаешь, но ничего особенного такого я и не совершила в жизни Но не все такие, как вы Ну, это какие-то стандартные женские вообще навыки и обязанности, которые каждая умная женщина делает для своего мужа А вы хотите ее? То есть, она вас возбуждает? Очень Вот, вот это конкретно У нее хорошая фигура Ну, они пообщались, конечно, в минуту У нее очень интересное лицо, у нее такое вот разве Мне нравится, что вот любая прическа, мне кажется, ей подойдет Мне тоже нравится вот эта розовинка в ее волосах, такая залихматская Это подобрались цветы, это просто вообще, это судьба, звезды, ну Конечно, девочкой хорошкой она не будет никогда, даже если волосы не будут покрашены в розовые цвета В душе все равно будет всегда пожар Я думаю, что она для себя комфортными будет оценивать те отношения, которые не просто с искрой, а с очень-очень-очень сильной искрой Все равно Константин будет мой Знакомьтесь с... Как я долго выбирал для вас этот букет Очень красиво, спасибо Вероника, 30 лет Индивидуальный предприниматель Подрабатывает мастером ногтевого сервиса Гордится тем, что подарила маме квартиру на берегу моря Признается, что смеется, когда ей плохо После неудачного брака Вероника наконец поняла, какого мужчину мечтает видеть рядом с собой И поспешила на программу «Давай поженимся» Надеется, что встреча с Константином станет для нее судьбоносной И мы надеемся Привет, девчонки Здравствуйте Я хотела бы передать маленький сюрприз Я недавно приехала из ближайшего зарубежья И вот самое вкусное в мире Самое вам принесло Это то, что мы так делаем перерыв Из ближнего зарубежья Константин уже привезла Понятно Значит, она приехала сюда Попроби Можно я? Цветы такие красивые Спасибо тебе большое Как они называются? Гортензия? Вот только Я, кстати, сажала гортензию Но она у меня не взошла У меня цветы почему-то дохнут Я знаю, что у вас тоже список такой Не меньше, чем у Константина Нет, я думаю, у меня все-таки поменьше Все-таки у меня поменьше, да Ну, смотрите, идеальный мужчина для вас Трудоголик Да Ответственный, умный, спокойный Эмоционально уравновешенный Должен относиться с юмором ко всем ее закидонам Это поподробнее Важно, чтобы ее мужчина восхищался Не указывая на ваши минусы Давайте перечисляйте, а мы пока Я должна своим мужчинам восхищаться Как минусок зарабатывать должен? Тысяч пятьсот? В юморах Ну У нас как потопаешь, так и полопаешь Ну, это было бы неплохо, если честно А если будет мало зарабатывать? Если будет мало зарабатывать Мне будет очень сложно восхищаться То есть я как охотница Я как львица сейчас, как самка Ищу того льва, который в состоянии будет принести в мою берлогу мясо Понимаете? То есть я не... А вы творческая натура Какое мясо? Ведущие поняли, что на ее месте, на первом месте материальные ценности А не семейные А у тебя больше семья на первом месте Про деньги абсолютно речь не велась А что за вами есть? За мной есть умение сделать мужчину счастливой И поддержать его в трудный момент А где-то мужчины? Вам 30 лет, но их дети счастливые Если бы я знала, что вы вот так озвучите это на всю страну Не переслы бы салу с огурцами Конечно Но мы должны счастливые Нет, я очень добрая для вас, мне не жалко Вы знаете, дело в том, что это не наши требования даже Хотя сало нас дополнительно еще расслабило с огурцами И растопило наши сердца Друг у жениха все время подтвердит про какие-то достижения Но чего достигла? Отчитайся У нас есть видео, чего вы достигли Так, давайте Это мое хобби, я попрошу Я просто открываю сейчас школу А это для мужчин Я могу за это прокомментировать? Правда, как это? Я могу оправдать себя? Что-нибудь сказать? Нет, ну я так понимаю, школу для стриптизеров Поставлять девушек стриптиз? Значит, это мое новое увлечение, Коби Я занимаюсь с детства танцами Я знаю, вы тоже занимались танцами, да? Да, я тоже занималась танцами Волшебница Я могу этот скелет в шкафу заменить вам на свидание наедине Хотите? Ну если как-то дарю Давайте, я с удовольствием отлично Давайте, потому что вы так нервничаете Пусть он вас захнет в гарку и задаст те вопросы, которые сочет Хорошо Я отгадался в трех раз, зачем я это сделала Ну чтобы уже съесть, наставить по-нормальному кусочек этот Но это просто бесподобно Тут чай не налит, ты посмотри, что Ладно Константин, я не верю, что это правда Что вы ищете какую-то женщину Такую очень сильную, уверенную в себе Которая прям будет обеспечивать вас Это же не правда? Что же, конечно, нет Естественно, я ищу просто обаятельную красавицу Которую я буду с удовольствием обеспечивать Вот, и которая будет, так сказать, радовать меня Да? Да Это очень хорошо Вы меня снимите в кино Ну, конечно же, продюсер Своей жизнью Да, обязательно Своей жизнью Обязательно, да Приятного аппетита А это что за хлеб такой с орешками? Просто вкусно Хотите? Да Дадите, возьмите Вот очень здорово, что вы не стали отказываться Вы хотите? Нет Что, странный, подай А я так Я думаю, что она не очень подходит ему Ну, вообще какая-то слишком суетная Слишком ее много везде Ларис А у нас и так чуть произошло Оказывается, жених с невестой Тут быстренько Благодаря тому, что я их послала Да, 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 да Они даже сюрприз совместно приготовили Представляешь? Давай посмотрим Давайте 40 лет 40 лет О, Господи Ой, дед Сколько там время, а? Какое-то сейчас время-то имеет значение Это, Господи 40 лет уж прожили-то вместе Но помнишь, как мы с тобой? На Давай поженимся Господи Так я аж, гляди, к тому говорю Ну, гляди, там уже Ларечка наша Помочь тебе встать-то, а? Помочь тебе? Нет, ты, дед, телевизор включи Телевизор? Видно, уже пора Ну, там, что-то телевизор сегодня Ничего не кажут хорошего То давай поженимся Ну, вот Погляди Слушай А Лара-то еще Ого-го Уже я старая стала А ты говорила Мне надо жена, чтобы не старела Было такое? Жена, чтобы не старела Да? А я старею Но я стараюсь для тебя, дед, стараюсь Потому что у нас волшебная сальция с огурчиками А ты помнишь Как я тебе танцевала по молодости, а? А, дед? Звонила меня, мать А я ведь и сейчас могу Да ну ты, что ты, господи, сейчас-то Надо? У тебя вон три сучка Вон какая, какой ты сейчас Не-не-не-не Ох А я сделаю для тебя Дед Потому что Женщина Своего деда Должна радовать Радовать всегда Господи, радость Сейчас Терпись Как Былые воды АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ой! Ой, дед! Ой, радикулит! Иди, помоги! Давай, я поправлю! Иди! Ой! Да все, что вы хотите здесь Главное дед будет АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Погоди, дед! Ой! Анастасия, какая у вас будет старость? Мне кажется, у меня старость будет на лазурном берегу Что мы будем гулять около моря Слушать музыку, джаз какой-то Я же сериалы гляжу Не просто так, нет Такой вот сериал поглядела Про викингов И ты знаешь, дед, такие они мужики 300 лет Европу держали в напряжении, так? Да я и сейчас могу в напряжении держать Я знаю, ты можешь Так вот, дед, знаешь Ты ведь мой викинг Ничего себе! Ты мой завоеватель Сейчас я подъеду, подожди Не надо! Не надо, дед! Все сама! Все сама! Радикулит не ваш! Смотри на меня, только не облакопись-то А то сейчас сложимся напополам оба-то Вот мой викинг Мой завоеватель Ну, и что я теперь должен сделать? И еще, дед У меня тебе такой подарок Я хочу отблагодарить тебя за то, что в твоих глазах Я не такая немощная бабушка А всегда главная героиня твоих фильмов Ты мой режиссер А, нет И вот тебе Оскар за то, что ты стал главным режиссером моей жизни Браво, браво, браво! Точно сейчас огребет она за рогатой А что скажете о Веронике? Ну, Вероника внешне эффектная девушка Да Это я могу сказать С гостинцами пришла С гостинцами, с выдумкой Сало нарезала Я смотрю, что она Константину понравилась Тебе понравился? Ну, ничего такого мужчина Ну, не знаю То есть, мне сложно сказать Мне не нравится эта ситуация Когда все-все вот тут ляськи-масяськи Все улыбаются Но никто не говорит правду Я говорю правду Меня это раздражает Вероника, пришли за богатым Значит, надо хотеть богатого Есть у вас еще время Лет пять покрутитесь, собственно говоря Потом, если не получится, нам можно костить В тридцать пять? А что? Она выглядит хорошо Паспорт показывать не будет И все Так он продюсер или режиссер? Я на ту передачу пришла Я считаю, что для Вероники Партия в виде Константина Замечательная Это и то сейчас нужно будет Косте рассказывать Какая Вероника прекрасна И сколько в ней достоинств О чем ты, Роза? У Вероники, я думаю, что Роза Может быть, неправильно поняла Нет, амбиции уже на очень богатого мужчину Я когда смотрю в этот гороскоп Я все время вспоминаю Мы со Славой сейчас много читаем детских стихов И вот там есть в азбуке Михалкова Таракан живет за печкой То-то теплое местечко Вот ей нужно просто теплое местечко То есть нам остается только пойти повеситься Да Кого вы советуете? Не знаю, вторая претендентка Мне больше всех понравилась Ксения Для Константина, думаю, да Мне кажется, она больше подходит для создания домашнего уюта Заботы о Косте А ему это нужно Я могу добиться любых результатов Если я рядом мужчина, который меня в этом поддерживает Абсолютно Согласна с вашим сватом Что Ксюша вполне справится И вдвоем вы, и творите, пожалуйста Только деньги приносите Понимаете? С вашей любовью это точно ребенка не родишь Хотя бы одного Ксюша Да, я тоже за Ксению Она хороша, стройная, веселая Опять же, это розовинка в ее волосах Такая Это цветы, это цветы подобрались моментально Да, это знак На волне на одной сошлись А звезды что? А звезды говорят, что у Ксении нефтун в козероге То есть вы, как представители этого знака Способны быть для нее мистификатором и обманщиком, к сожалению На самом деле, с точки зрения каких-то личных притязаний Ощущение своего психотипа вам, конечно, гораздо комфортнее Анастасии А вот Василиса все-таки за тебя Мы в любом случае вас поддержим Правда, вы нам нравитесь Поэтому куда бы вы ни пошли, мы с вами Спасибо Вас сердце приведет куда нужно Проходите Первая невеста, вторая и третья У него есть шансик Нет, он познакомиться надо, пообщался Я предлагаю всем выйти, чтобы поддержать Константина Замечательный выбор, я так за вас рада У нас есть пара, Ксения и Константин Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы Пишите на сайт Первого канала А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам Давай, поженимся Счастья вам Спасибо 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 Спасибо